Авиакатастрофа в Алжире 257 погибших Жертва российской агрессии Авто с семьей из четырех человек подорвалось на мини в Луганской области Россия готовься Трамп не исключает ракетных ударов по Сирии И называют отношения с Москвой худшими за всю историю Арт Каты, любимец сатирика Жванецкого Теперь отдыхает на подоконнике Всемирного клуба одесситов 257 человек погибли вследствие авиакатастрофы военно-транспортного самолета в Алжире Судно упало вскоре после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике Это в 50 километрах от столицы После крушения самолет загорелся В Алжире объявили трехдневный траур Я был у себя дома, было около восьми утра Мы услышали сильный взрыв После этого мы с соседом сразу поехали туда Было много дыма, мы поняли, что произошла авиакатастрофа Когда мы приехали на место крушения, увидели много тел Это ужас, ужасная трагедия Семья из четырех человек погибла вследствие подрыва автомобиля в Луганской области Об этом ЮИТВ сообщила начальник отдела коммуникации областной полиции Татьяна Пагукай Инцидент произошел на линии разграничения в селе Песчанное Станично-Луганского района Машина наехала на взрывное устройство Предполагается, это была противотанковая мина Предварительно дело квалифицировали как умышленное убийство Решается вопрос о переквалификации по статье «Теракт» Ночной обстрел Авдеевки полиция квалифицировала как теракт Под огонь российских наемников попал частный сектор прифронтового города Одна мина разорвалась возле жилого дома, где находилась семья Осколки повредили веранду, стены и окна Еще одна мина упала на территории дачного участка Владельца дома в это время не было 13 раз с начала суток боевики обстреляли позиции сил антитеррористической операции По укреплениям возле песков били из запрещенных минометов А также гранатометов, пулеметов и БМП В районе Каменки наемники открывали огонь из танка Из гранатометов возле Авдеевки, Марьинки и Толоковки У Павла Поля Гнутова и Водянова били из пулеметов Также защитников Авдеевки, Водянова и Гнутова обстреляли из стрелкового оружия А в районе Марьинки ввелся снайперский огонь В результате обстрелов ни один украинский воин не пострадал На Луганском направлении с начала суток боевики придерживались полного прекращения огня Жизнь активиста Владимира Балуха, незаконно осужденного крымским оккупационным судом в опасности Он голодает уже 23 дня и отказался прекратить голодовку Об этом ЮЭТВ рассказала адвокат украинца Ольга Динзе В подконтрольном Кремлю суде Раздольного состоялось заседание по третьему сфабрикованному против Балуха делу Ему вменяют так называемую дезорганизацию деятельности изолятора, где его содержали На заседании допросили начальника изолятора Я считаю, что допрос Ткаченко прошел с точки зрения стороны защиты очень хорошо Мы получили ответы на все интересующие нам вопросы Кроме того, Ткаченко пояснил, что он поддерживает обвинения Однако, что такое дезорганизация деятельности учреждения, он не знает И также он сообщил о том, что никакой дезорганизации деятельности учреждения после произошедших событий не произошло То есть фактически он не подтвердил обвинения Владимир Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта в знак протеста из-за приговора оккупационного суда Крыма Украинца незаконно обвинили в хранении боеприпасов и взрывчатки Сотрудники ФСБ утверждали, якобы нашли на чердаке дома Балуха патроны и тротиловые шашки Украинца осудили на 3 года и 7 месяцев колонии поселения После апелляции срок сократили на 2 месяца Адвокаты и правозащитники считают, Балуха преследуют за проукраинскую позицию Адвокаты беглого президента Виктора Януковича в очередной раз не явились на судебное заседание по делу о госизмене Защита игнорирует слушание уже в 13 раз, сообщил судья Владислав Девятко По его словам, свое отсутствие адвокаты объяснили служебной командировкой в Россию В связи с этим судья был вынужден объявить перерыв до 18 апреля По мнению прокуроров, защита умышленно затягивает процесс Сторона защиты не выполняет свои прямые обязательства Не защищает своего подзащитного, обвиняемого Януковича А только срывает судебное заседание Защитники лишь говорят о готовности свидетелей Но не обеспечивают явку этих свидетелей И мы не имеем возможности их допросить Мы будем ходатайствовать перед уважаемым судом о подаче жалобы на защитников О нарушении ими прав на защиту и адвокатской этики Капитана Керченского судна-нарушителя НОРТ Владимира Горбенко Суд отпустил под личное обязательство Ему запретили посещать временно оккупированный Крым И обязали являться к следователю Накануне Горбенко сообщили о подозрении по статье Незаконное занятие водным добывающим промыслом Она предполагает до трех лет лишения свободы Рыболовецкое судно НОРТ под российским флагом Задержали украинские пограничники в Азовском море 25 марта в 15 милях от берега В ходе проверки установили Оно зарегистрировано в оккупированном России и Крыму 30 марта суд арестовал корабль В отношении 10 членов экипажа составили админпротоколы Капитану Владимиру Горбенко инкриминировали нарушение Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины И выезда с нее ему грозит до пяти лет лишения свободы В Международный день освобождения узников Концлагерей в Киеве почтили память уничтоженных нацистами людей во время Второй мировой войны Венки и цветы возложили к памятным знаком в Бабьем Яру и Сырецком парке Там во время немецкой оккупации действовал концентрационный лагерь Подробнее в сюжете Александра Панченко Елизавете Меланиной 84 Каждый год на протяжении 45 лет она приходит на это место, чтобы почтить память замученных нацистами людей Узница концлагеря Хемниц чудом удалось выжить, но ее мама не вернулась из нацистской фабрики смерти Сегодня Елизавета Михайловна посвящает ей стихи Родилась в рубашке, так о себе говорит Анна Стрижкова Ведь из нацистских лагерей возвращался только один из десяти детей В Аушвицберкинау Анна попала 4 декабря 1943 Это удалось установить благодаря архивным записям музея лагеря К сожалению, я не знаю, кто я по национальности Не могу сказать Так же, как я не знаю настоящий свой день рождения У меня их три Тот, который я не знаю Тот, который, когда освободила нас армия 27 января 1945 года И я осталась благодаря этому жива И тот, который дали мне мои приемные родители 1 мая Это все было заменено номером, который у меня был на руке 69 929 Он заменил у немцев все В советское время узников нацистских концлагерей считали предателями и врагами народа Ситуация изменилась только во время перестройки В 1988 году впервые в Киеве собрались малолетние узники концлагерей Это разрешили Со всего Советского Союза было 800 человек В 2005-м в Бабьем Яру открыли монумент «Память во имя будущего» С тех пор каждый год 11 апреля здесь вспоминают замученных нацистами людей В марте 1945 года в Бухенвальде Крупнейшем нацистском концлагере вспыхнуло вооруженное восстание 11 апреля туда вошли американские войска Всех узников освободили Во время Второй мировой войны действовало 14 тысяч фабрик смерти В них содержались 18 миллионов узников 11 миллионов из них уничтожили В Киеве нацисты устроили концлагерь в нескольких сотнях метров от Бабьего Яра Там уничтожили 30 тысяч человек К памятному знаку в Средском парке возложили цветы Мы считаем, что наш девиз должен быть Помнить о мертвых, но заботиться о живых Александр Панченко, Руслан Белозеров, Юэй ТВ Худшими со времен холодной войны Назвал отношения между Вашингтоном и Москвой президент США Дональд Трамп Новый виток обострения начался в связи с химической атакой на сирийский город Дума 7 апреля По разным данным, тогда погибли от 60 до 150 человек Международное сообщество обвинило сирийского президента Башара Асада США не исключили быстрый военный ответ А в Кремле пригрозили сбивать любую ракету, выпущенную по Сирии По сирийскому вопросу созвали Совбез ООН, но безрезультатно После чего Вашингтон и Москва обменялись очередными угрозами Подробности в сюжете На заседании Совета Безопасности ООН Россия в очередной раз Светировала резолюцию по расследованию химической атаки в Думе После чего российский посол в Ливане предупредил Любая ракета, выпущенная США по Сирии, будет сбита Дональд Трамп отреагировал в своем твиттере Россия обещает сбивать любую ракету, выпущенную по Сирии Что ж, готовься, Россия, они будут новые, красивые и умные Тебе не стоило связываться с животным, которое использует газ для убийства людей И наслаждается этим С сожалению, к неудачному голосованию в Совбезе отнеслись в Европе Канцлер Германии Ангела Меркель призывает все стороны найти общий язык Было бы хорошо, если бы американское предложение начать расследование на месте было принято Есть моменты, которые указывают на причастность сирийского режима к химическим атакам И последующий анализ ситуации будет базироваться на этих данных И мы категорически осуждаем использование подобного рода оружия К расследованию призвала Всемирная организация здравоохранения В Женеве заявили, на возможное использование химоружия указывают симптомы жертв авианалета 7 апреля Всемирная организация здравоохранения глубоко обеспокоена докладами Об использовании яда химикатов в сирийских городах По данным наших партнеров, в субботу в медучреждение обратились более 500 человек С симптомами, схожими с признаками отравления яда химикатами На данный момент мы не можем независимо подтвердить эти доклады Так как у нас нет прямого доступа к месту Но мы относимся к ним очень серьезно И призываем провести всеобъемлющее эпидемиологическое расследование Дональд Трамп анонсировал быстрый ответный мир еще 9 апреля Однако конкретных сроков не указал Заявив, что решение может быть принято в течение двух-трех дней Над ним работают американские военные Варвара Миронкова, Вадим Крамар, ULTV Фейсбук расследует утечку данных пользователей И усилит безопасность в соцсети Об этом заявил основатель компании Марк Цукерберг Во время выступления в Конгрессе США Он дал показания о политике рекламы и безопасности Фейсбука Российской фабрики троллей И ее возможном влиянии на президентские выборы в США Подробности в сюжете На Капитолийском холме в Вашингтоне Десятки журналистов и картонные фигуры Марка Цукерберга С надписями «Исправьте Фейсбук» Перед конгрессменами Соединенных Штатов Основатель соцсети объясняет Как Фейсбук допустил утечку данных 87 миллионов пользователей Могла ли информация попасть к российской фабрике троллей И повлиять на результат президентских выборов в США Господин сенатор, я еще раз повторяю Мы никому не продаем никаких данных Мы не продаем их рекламодателям и разработчикам Что мы делали? Это разрешали людям подписываться на приложение И самостоятельно предоставлять свои данные Раньше это была информация о друзьях Это обычный обмен данными Когда человек хочет перенести информацию с одного приложения в другое Личную информацию пользователей собирала британская компания Cambridge Analytics С помощью приложений в Фейсбуке узнавала национальность, пол, место жительства, религиозные и политические убеждения Это крупнейшая утечка данных в истории соцсети В Конгрессе считают, контроль над социальными сетями нужно усилить В течение многих лет Фейсбук говорил Необходимо строго ограничивать доступ правительства к информации о пользователях Я соглашался с вами А теперь получается, что личные данные людей поступают в распоряжение посторонней компании И вы даже не знаете, как она их использует Передавала ли Cambridge аналитик собранные данные России И повлияло ли это на исход выборов в США На эти вопросы Цукерберг не ответил В то же время заявил, российская так называемая фабрика троллей во время президентских выборов в 2016 Использовала фейковые аккаунты, чтобы продвигать или дискредитировать кандидатов По данным Фейсбука, за два года около 470 фейковых страниц разослали более 80 тысяч постов Эти публикации увидели 126 миллионов пользователей У меня нет точных оснований утверждать, что данные Cambridge Analytica хранятся в России Мы проведем тщательную проверку и выясним, зачем они это делают Хранят ли информацию до сих пор и, если да, заставим удалить Сейчас мы ждем, пока правительство Великобритании завершит собственное расследование После этого мы сами будем искать ответы Разработчики Фейсбука уже изменили политику безопасности Запретили сторонним приложениям получать доступ к публикациям, списку друзей, месту работы и учебы Инцидент с утечкой данных Цукерберг назвал своей ошибкой и пообещал в дальнейшем усилить безопасность в соцсети Кибератака на правительство Германии, произошедшая в феврале, российского происхождения Об этом заявил руководитель немецкого федерального ведомства по охране Конституции Ганс Георг Маасен, сообщает Deutsche Welle Он отметил, виновника нападения сложно установить со стопроцентной точностью Также он не исключает попытку создать впечатление, что настоящий организатор атаки находится в России Вероятность российского следа в данном нападении высокая, сказал Маасен Нью-Йоркская товарная биржа отказалась работать с алюминием российской компании «Русал» Об этом говорится в сообщении биржевого подразделения по торговле металлами «Комекс» Таким образом, алюминий, произведенный российской компанией, не смогут реализовать на нью-йоркской площадке Во вторник, а при остановке торгов алюминием «Русала» объявила лондонская биржа металлов Компания «Русал», принадлежащая российскому олигарху Олегу Дерипаске, попала под санкции Минфина США, введенные 6 апреля В понедельник акции компании на гонконгской бирже упали более чем на 50% Компания подешевела и на московской бирже, потянув вниз весь российский фондовый рынок На одном из подоконников Всемирного клуба одесситов поселился кот Это копия любимца писателя-сатирика Михаила Жванецкого по кличке Морис Скульптура сделана из полиэфирной смолы, создавали ее два месяца Одессу уже украшают две инсталляции котов Это копия базарины местной любимицы, она весила около 15 килограммов И безымянный кот, который пытается вскарабкаться на стену Кошатники поймут, когда кот вроде бы спит, и ты вроде как бы за ним наблюдаешь И может хочешь подойти его погладить, и его хвостом показывает, что не надо, не подходи То есть вроде бы как он спит, отдыхает, но он все контролирует Повар из Стамбула готовит на кухне размером с игрушечную Использует миниатюрную посуду, ножи и духовку Но блюда по вкусу от больших не отличаются О турецких вкусностях размером с ноготок Вадим Крамор Миниатюрные ножи из сковородки, крошечный гриль и духовка высотой всего в несколько сантиметров Эта кухня похожа на игрушечную, но готовят здесь по-настоящему Традиционные рецепты, продукты и специи Автор миниатюрных блюд говорит, по вкусу они ничем не отличаются от больших аналогов По вкусу они такие же, я только уменьшаю объем ингредиентов Первыми моими мини-блюдами стали долма и пахлава Чтобы приготовить их я намучилась немало Они не выглядели так, как я хотела и по вкусу отличались Я долго экспериментировала, но в конце концов получила нужный вкус И сейчас, как правило, мини-блюда не отличаются от больших Миниатюрная кулинария и буржу увлеклась полтора года назад Свои эксперименты снимают на видео и выкладывают на ютуб-канале Оригинальная подача традиционных турецких блюд показывает богатство национальной кухни, говорит кулинар Блюд в турецкой кухне множество и процесс приготовления очень зрелищный И вместе с тем рецепты довольно сложные А готовить их на миниатюрной кухне еще труднее Иногда готовка занимает в три раза больше времени Но мне уже не тяжело, так как она приносит мне удовольствие И готовые блюда выглядят очень красиво Сейчас на ютуб-канале Буржу 40 видеорецептов Первое она опубликовала 7 месяцев назад С тех пор видео о мини-кулинарии набрали более миллиона просмотров Уличные танцы, яркие костюмы и водные баталии В Тайландии фестиваль «Сонг Кран» Для местных жителей праздник Нового года означает начало сезона дождей По традиции в этот день домашние статуи Будды омывают водой с лепестками роз и жасмином Обливаются и на улицах в знак очищения Участвуют в этом даже слоны Их наряжают в праздничные попоны и раскрашивают в красные и желтые цвета Фестивалем «Сонг Кран» в Тайландии завершается жаркий сезон На празднование каждый год съезжаются тысячи туристов Участвовать в этих водных боях по-настоящему весело Борьба не совсем справедливая, потому что слоны всегда побеждают Обливание водой у них получается намного лучше Фестиваль впечатляет, ведь у нас на родине такого нет Просто находиться рядом со слонами и смотреть, как они обливают водой прохожих, это здорово В Киеве стартовал открытый кубок Украины по прыжкам в воду Конкуренцию украинским спортсменам составляют представители девяти европейских стран На протяжении пяти дней они разыграют 13 комплектов наград Сегодня состоялась церемония открытия кубка и финал мужчин на трехметровом трамплине Победил украинец Александр Горшковозов Второе место у итальянца Джованни Точи Третьим стал Юрий Наврозов из Беларуси Еще один представитель Украины Олег Колодей занял пятое место Конечно, немного было тяжеловато соревноваться, так как итальянец достаточно был сильный, который занял второе место И Олег Колодей, в принципе, составлял достаточно серьезную конкуренцию Могу сказать, результатом доволен, но то, что хотелось бы показать, сегодня как бы немного не получилось Есть над чем еще работать дальше и к чему готовиться Эти и другие материалы о происходящем в Украине и мире на сайте канала uetv.ua, на наших страницах в соцсетях Спасибо, что смотрите. Непременно увидимся на UATV Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова